Специалисты провели анализ качества лечения у нас в стране и подготовили подробный рапорт. Проанализированы хирургии, родовспоможения, интенсивное лечение, неврология, а именно инсульты, а также две области онкологии, в частности рак груди. Занялись проверяющие той областью здравоохранения, которая касается каждого, ведь мы на себе ощущаем качество лечения на первичном уровне, так именуется в отчетах знакомая всем семейная медицина. Как отметил председатель группы специалистов, занимающихся изучением уровня лечения профессор Йоэль Старкопф, этот анализ важен не только для больничной кассы, руководителей медицинских учреждений, но и для пациентов. Такого рода анализ позволяет не только посмотреть на ситуацию внутри страны и уровень каждой отдельно взятой больницы, регионов, но и увидеть уровень эстонской медицины в сравнении с другими европейскими странами. Пока мы успели провести анализ и подготовить рапорт по пяти отраслям, и надеемся, что в дальнейшем проведем работу и в других областях медицины. И будем регулярно каждый год предоставлять рапорт. Подводя первые итоги, можно смело сказать, что контроль за хроническими больными осуществляется хорошо. Процент выписываемых рецептов на основе не препарата, а действующего вещества высок – от 90 до 100 процентов. Так требует Европа, чтобы избежать сговора семейных врачей и фармафирм. Но есть и нюанс, который напрасно пока остается без пристального внимания. Специалисты советуют расширить возможности и права медицинской сестры. У нас очень незначительный процент семейных медсестер осуществляют прием больных, в том числе хронических, и этот процент нужно повышать. В целом же Эстонии есть чем гордиться. Например, в области медицинского обслуживания при рождении детей мы преуспели, и наши показатели внушают оптимизм. Это касается и успешно проведенных операций, смертности и даже числа родов путем кесарево сечения, которые проводятся только при реальной необходимости. Впрочем, первый рапорт по пяти пунктам лишь начало специалистам предстоит изучить еще несколько десятков медицинских индикаторов.